Сегодня воскресенье, а это значит, что вас ждут интереснейшие страшные истории из реальной жизни, которые вы можете оставлять мне в комментариях под этим видео, либо писать мне в инстаграм в директ. А также, чтобы поддержать меня, можете поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также напоминаю, что истории, рассказанные в этом видео, не являются историями из моей личной жизни, а из личной жизни подписчиков и различных людей, друзей и так далее. Но я всё равно их рассказываю от первого лица. Поэтому даже если вы мне оставляете историю, я расскажу её от первого лица, если вы согласны. Чтобы начать эту историю, необходимо объяснить небольшой контекст. В нашем районе очень большое количество различных болот. Но в целом район, где я жила, был довольно-таки неплохим. Хорошие соседи, само место хорошее. В общем, в целом отличное место для жизни. Это очень важно упомянуть, чтобы ещё раз подчеркнуть, насколько странная вся эта история. Родители моих друзей очень частенько собирались вместе, устраивали какие-то барбекю, барбекю, общались, выпивали, наверстывали упущенное, так сказать. И в это время за нами особо они не смотрели. Они нам давали свободу заниматься своими делами. Итак, в один из таких дней мы с моими двумя друзьями решили прогуляться у шоссе. Я знаю, что звучит как просто гениальная идея, но мы так хорошо знали это место. Там был настолько хороший район. И мы столько раз там бывали, что нам вообще не казалось, что от этого могут быть какие-то последствия. Шоссе состояло из двух полос в одну сторону и двух полос в другую. И между ними посередине там был такой зелёный забор. И когда я перелазила этот заборик, я как-то случайно подвернула ногу, видимо зацепившись за забор. И мне стало очень больно, поэтому я решила просто присесть на пять минут и отдохнуть. И когда я там сидела, я услышала сзади себя какой-то шорох. Но я не подумала, что в этом может быть что-то необычное, так как там в принципе было много животных. Я подумала, что вероятнее всего это просто какой-то кролик. И вообще на дворе уже было 9-10 вечера, и нам было пора возвращаться домой. Так как наши родители обычно расходились по домам около 11. Но решили вернуться домой путём, который шёл вдоль железной дороги. Точнее решили идти буквально прямо по железной дороге. Мы гуляли, все держали телефоны со включенными фонариками в руках. Ничего не предвещало беды. И как я упомянула вначале, там везде были болота. Собственно, даже эта железная дорога шла вдоль болота. И когда это всё началось, мы как раз дошли до той части болота, где уже было очень много кустов и деревьев, и она такая была очень заросшая. Мой друг вдруг внезапно обернулся и посветил фонариком в сторону камышей на болоте, которые были на обочине железной дороги. Собственно, железная дорога начиналась от шоссе на таком искусственно построенном холмке, шла прямо вдоль этого болота. Друг замер. Я обернулся на меня уже с таким белым окаменевшим лицом. Я мгновенно посмотрела в сторону тех самых камышей, и они действительно шевелились, и такое было ощущение, будто бы что-то отступает назад. И поверьте, это было совершенно не похоже на ветер. И тут друг всё такой же испуганный мне дрожащим голосом говорит «Пеки». Я была сбита с толку, немного не понимала, как реагировать, но уже тогда на меня тоже нашла паранойя, я уже была испуганной. Ещё с тех пор, как мы, в принципе, решили идти по этой самой дороге, мы с друзьями тут же рванули оттуда и добежали до какого-то ближайшего склада. Это было то ли рабочее помещение, то ли мини-завод. И я сразу же стала искать какие-то орудия самообороны, взяла какой-то кирпич, который мне попался под руку. И, собственно, в этих рабочих зданиях горели прожекторы, и уже нам казалось, что всё будет хорошо, потому что там явно горит свет, значит, там могут быть люди, либо туда, в принципе, очень легко добраться. Просто людям, которые работают на заводе, им надо было перейти через железную дорогу. И, в принципе, жилые дома находились уже не так далеко. И мы решили пойти домой уже под другой, более короткой дороги. Но загвоздка в том, что этот короткий путь шёл как бы через кусты, и мы очень волновались и не могли решить, кто же пойдёт первым, потому что там было довольно стрёмно. Я уже не помню, кто пошёл первым, но я помню, что ощущала себя очень-очень тревожно. И когда мы уже вышли на главную дорогу, я решила спросить у своего друга, что же он там такого увидел в тех камышах. Он сказал, что видел нечто похожее на голову, но без определённых черт лица, то есть без носа, без рта, без глаз. Эту историю мы рассказывали всем друзьям на районе. Многие сначала реально боялись после этого ходить той дорогой через железную дорогу, но в какой-то момент это уже скорее превратилось в какую-то шутку. Мы называли то самое существо каким-то нечто, строили теории и истории про то, что же там живёт на болотах. Но на самом деле мне до сих пор неприятно вспоминать про этот случай. И так как тогда я тоже была очень сильно напуганной, я рада хотя бы, что я это не видела. Хотя я видела, как там шевелятся кусты. Я до сих пор не знаю, показалось ли моему другу. Может быть, он придумал, хотя я сомневаюсь, так как мы все видели, как шевелятся камыши. А следующая история произошла со мной в одну из поездок в Киев. Это уже моя личная история. В общем, каждый раз, когда я приезжаю в Киев, что происходит на самом деле очень редко, я всегда накапливаю достаточное количество денег и стараюсь там передвигаться на такси. И поверьте, когда вы живёте во Франции, вы понимаете, насколько дёшево там стоит такси. Хотя я понимаю, что для людей с местной зарплатой оно не такое дешёвое, как кажется. Собственно, я очень много раз ездила там на такси, пробовала самые разные сервисы, которые зачастую даже близко не отвечают каким-то стандартам европейским. Столько раз я ездила на мало того, что в машинах, которые совершенно раздолбанные, так и личности там очень странные были и так далее. И, собственно, один из этих случаев как раз о странном таксисте. Я уже однажды рассказываю историю про таксиста, которая произошла в другой стране. Но ещё раз скажу, для меня идеальная поездка на такси — это когда мы оба молчим, я и водитель. Мы просто молчим, дружелюбно соблюдаем спокойствие и тишину. Я не люблю разговаривать с таксистами, вести вот эти вот ненужные беседы, не потому что я там как-то презрительно отношусь, абсолютно нет, я прекрасно отношусь ко всем таксистам, просто я не люблю, когда со мной разговаривают где-то в каких-то таких местах. Хотя, конечно, бывают приятные люди, с которыми тоже приятно поговорить, но в целом пытаюсь как-то всё равно не распространяться. Если мне что-то таксисты рассказывают, это вообще ок, можете мне рассказывать. Просто я не хочу ничего рассказывать. Так случилось, но я, видимо, была в общительном настроении. Точнее, мы с подругой поздно вечером возвращались из какого-то места, бара или типа того, и взяли одно такси на двоих. Как мы часто делаем, так как жили в то время, но не очень далеко друг от друга. Моя квартира, в которую я раньше приезжала, она, ну, я не знаю, может быть, в одном километре, может быть, в полутора километрах от её квартиры. И в зависимости от того, с какой стороны мы ехали, мы иногда к моему дому подъезжали первыми, иногда к её. И в этот раз как раз мы что-то там с подругой обсуждали в такси. Таксист очень пытался с нами заговорить, но как-то мы особо не реагировали на это. Ну, естественно, он же слышал все наши разговоры. Я уже плохо помню, о чём именно я говорила. Скорее всего, что-то, что скоро уезжаю. Возможно, даже я очень глупо упомянулась, что я одна дома тогда была. И, конечно же, так случилось, что к её дому мы подъехали раньше. Она вышла из такси, сказала держаться на связи, что я всегда делаю. Я вообще люблю как бы кому-то позвонить там в машине или писать, что вот я еду, скидываю свою геолокацию, потому что никогда не знаешь, что может произойти. И тут я осталась наедине с этим таксистом, ехать, ну, совсем недалеко. И он начинает со мной заговаривать, причём довольно-таки не стесняясь. Говорит что-то в стиле, а вы в Европе, да, живёте, там, бла-бла-бла, а вот я тоже хочу. А вот, а вы тут одна гостите? Или с мужем, может? Ну, знаете, проверяет почву, так сказать. Я на всё холоднокровно отвечала, однословными ответами. Каким-то образом он начал со мной знакомиться, прям. Знаете, вот это чувство, когда вам максимально неприятно находиться в машине, но почему-то каждый светофор становится красным. И как-то он мне уже кажется очень каким-то настырным. Я думаю о том, что, возможно, он слышал, что я сейчас одна дома, потому что моя мама за городом. Может быть, он думает, что у меня денег много или ещё что-то. Раз уж я там про Европу сказала и вообще такти заказываю. Я думаю, что сейчас вот мы... Я думаю, сейчас часов, ну, наверное, 10-11 ночи, а может быть, ещё позже. Уже на улицах не так много людей. Это абсолютно тусклая улица, которая я вот даже сейчас её представляю в голове. Боже, как же там стрёмно-то ночью ходить, как я вообще раньше жила там. Мне и тут стрёмно ходить, и там. Но я, короче, трусихой стала, неважно. Я думаю, я сейчас выйду. А вдруг он выйдет за мной, зайдёт в подъезд. Я вообще не знала, что делать, если честно. Я пишу своей подруге обо всём этом, что вот мне этот чел не нравится, как что сейчас делать. Она говорит, чтобы я попросила остановить его там, ну, чуть-чуть раньше, допустим, или ещё чуть-чуть позже, чем рядом с моим подъездом, что я, в принципе, и делаю. Причём мужчина лет сорока, наверное, а может быть и больше, наверное, стоило это упомянуть. Абсолютно, ну, обычный такой мужик-таксист, как вот вы представляете. Не то, чтобы там какой-то маньяк, ну, кто его знает. Видит мне что-то там про мой номер. Такси вообще, по-моему, было заказано на номер подруги, так как у меня не было украинского номера. Либо какой-то вообще контакт, ватсап, вот это вот всё, вайбер. Я понимаю, что я не хочу, я хочу выйти. Я расплачиваюсь, по-моему, наличкой. Это было достаточно давно, если что. Да, попросила его остановить буквально на два парадного дома его дома. С той стороны улицы, которая мне показалась менее устрашающей, хотя там все улицы устрашающие. И он мне говорит, давай я тебя покатаю, начну Киев покажу, тут так красиво, так классно. Поедем там на Днепр что-то посмотрим. Я говорю, нет, спасибо, у меня есть парень, мне неинтересно, до свидания. Пока я с ним рассчитываюсь, он всё ещё странно на меня смотрит. Я уже немножечко паникую, думаю о том, что моей мамы дома нету, что всё. За эту поездку я ей тоже написала, но, по-моему, она даже не прочитала. И, в общем, я выхожу из машины, нервно поглядываю на эту машину постоянно, дохожу до своего подъезда и, опять же, оборачиваюсь. Он за мной не вышел, но он и не уехал. Я захожу в подъезд, ну как-то забегаю в подъезд, быстро, значит, вожу этот код, открываю за собой всю эту дверь, захлопываю, кстати. Я ещё жила на пятом этаже, без лифта. Я бегу просто вот так вот по этому страшному подъезду на самый верх, открываю дверь нервно. Всё, захожу. И, знаете, ещё самое неловкое то, что окна подъезда выходили прямо на ту улицу, где он стоял. То есть было вообще прекрасно видно, на какой этаж, сколько этажей я прохожу и в какую квартиру захожу, потому что включается свет везде. Захожу в квартиру, и, по-моему, я даже решила не включать свет. Я была уже рада, что я зашла в квартиру. Не знаю, меня просто охватила лютая паранойя. Наверное, лучше всё-таки быть трусихой, чем слишком самоуверенной. Я вышла на балкон, который тоже выходил на ту самую улицу, и смотрю на улицу, и он всё ещё там, машина всё ещё там. Может быть, он, конечно, пересчитывал деньги. А, ещё стоит упомянуть, что он подъехал к моему подъезду. Ну, там надо было всего, я не знаю, метров 20 подъехать. И он стоял прямо под моим подъездом. Причём там, как бы, у бордюра припаркована машина, и идёт вот всего одна полоса. То есть он бы заблокировал проход другим машинам, и, тем не менее, он всё равно там стоял, хотя там стоять было нельзя. Я очень боялась даже, если чувствую, балкон смотреть. Я думала, что он смотрит на окна. Я потом звоню маме, она не берёт трубку. Всё просто, как всегда, неприятно. Я паникую, думаю, ну, сейчас он упадёт, не знаю, взламывая дверь. Стоит ли мне звонить в полицию? Что мне делать? Взять ли мне нож? А потом, по-моему, он вышел из машины, что-то посмотрел просто на дом, покурил и уехал. Возможно, конечно, я немного на него надумываю чего-то плохого. То есть, может быть, он и не хотел за мной пойти в подъезд, и, может быть, он просто пересчитывал деньги, отдыхал и курил, я не знаю. Но мне, честно, было неприятно то, насколько он был настойчивым всё это время. То, как он разговаривал со мной довольно грубо, хотя я дала ему понять, что мне вообще неинтересно, и он мне неинтересен, но вообще это мне не нужно. И, в общем, вот такая вот история. Я про неё совершенно забыла, хотя она довольно неприятная. И вообще, я уже говорила, с таксистами всегда какие-то странные вещи происходят. А я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. Также я безумно жду ваших историй в комментариях. У меня буквально парочка ещё ваших историй осталось, которых даже на отдельные видео не хватит, поэтому жду ваших новых историй. Хотя я надеюсь, что у вас всё хорошо. Всё, короче, всем пока!